Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет видео, такое не совсем по моей тематике, но надеюсь, оно кому-то поможет. Я вам сегодня покажу, как пользоваться биржей Binance без вкуса, без верификации. Для этого нам понадобится только телефон и одно еще приложение. Вот, и сейчас я вам все объясню и покажу, вы как бы сами все поймете. Мы будем использовать приложение Asura Wallet. Это такой кошелек, который поддерживает Binance, потому что Binance его постоянно там в своем твиттере что-то пишет, твитит и так далее, то есть репостит. Вот, то есть они как-то контактируют. И это не скам, потому что я сам уже пользовался, отличный принцип. Кошелек отлично работает, у них недавно был баг, что там деньги немножко, скажем так, терялись, но я написал им в телеграм, что типа, где мои деньги, и мне их сразу вернули. То есть они сказали, что там-то так-то и так-то, такие вот ошибки, выпустили обновление, и в обновлении это пофиксили всем. То есть это не только у меня такая была проблема, то есть они проблемы все фиксят, и как бы все отлично работает. Это не реклама, как бы, вы знаете, что я сразу говорю, когда это реклама, когда нет, вот именно это не реклама. Такое приложение, потому что я был сам немножко удивлен, с помощью него мы можем пользоваться Binance без верификации. Сейчас покажу, смотрите. Мы заходим в приложение, ссылочка на скачивание будет в описании. У них там вроде еще какая-то акция идет, или уже закончилась, там что-то они за друзей платили, вроде бы даже закончилась. Вот, это обычный кошелек. Вы приходите регистрацию, я это не буду показывать, потому что она такая же, как в MetaMask или Trust Wallet. То есть, проходите регистрацию, сохраняйте ситуацию, и в принципе все. Потом вам нужно будет его пополнить. То есть, как я пополнял, здесь есть пополнение в Солане, BNB, ну практически во всех криптовалютах. То есть, мы берем, например, Солану, я брал Солану, брал BNB, возьмем, пусть будет Солану. Солану, принять, копируем адрес, на адрес идем там с биржи, либо с другого кошелька пополняем. И в принципе все мы пополнили, у нас как бы есть баланс. Я себе для теста, чтобы вам показать, как все работает, закинул 33 доллара в Солане. Так, что мы делаем дальше? Мы дальше внизу нажимаем на вот эти вот две стрелочки, и у нас открывается Binance, как бы это тупо не звучало. Вот, я не знаю, как это вообще работает, то есть, они бы взяли просто и встроили Binance себе в приложение. И оно отлично все работает, то есть, есть фьючерсы, есть спот, и как бы все, что нужно для криптантов. Я не говорю, что как бы это лучше, чем Binance. Возможно, это даже как бы и не Binance, но по интерфейсу это полностью Binance, с этим я еще не разобрался. И как бы я проверил все графики, цены, и все в принципе совпадает. Поэтому я подозреваю, что скорее всего, это как бы Binance официально интегрировался в данное приложение, и с помощью данного приложения мы можем торговать без скус. А вот как они это сделали, я это не совсем понимаю, как бы это уже не по моей части, но как бы оно работает, поэтому вдруг кому-то поможет. В принципе, я не знаю, чем это вам может помочь, потому что как бы есть биржи без верификации, там тот же Okax, там вроде бы Max и там KuCoin и так далее. Но вот кто-то, возможно, привык к Binance, потом как они ввели кус, он оттуда ушел, и сейчас хочет снова туда зайти, то есть, потому что он просто привык к интерфейсу, поэтому это будет для вас. Мы для начала заходим в Settings, и сюда нужно будет подключить ваш кошелек, то есть я уже его подключил, Disconnect, Confirm, вот, нажимаем Connect Wallet, нажимаем Авторизация, вводим свой пароль, мы его сохраняли при регистрации, сейчас я его введу. Так, подтверждаем, ждем, все, мы подсоединились. Оно нам пишет, что как бы кус не пройден, но это нам не мешает как бы вводить, выводить деньги и торговать, поэтому что мы делаем дальше? Значит, нажимаем Assets, у нас, как вы видите, пустой баланс, что-то у меня там есть в BNB 1 цент, это я кидал тоже, все тестировал, нажимаем Deposit, все на английском, на русский, украинский нельзя пока что перевести, я думаю, добавят потом. Выбираем Solano, выбираем как бы мой кошелек, он сразу подтягивается, то есть, баланс Assur Wallet подтягивается в Binance. Нажимаем Deposit, нажимаем всю сумму, адрес тоже сам подтянулся, нажимаем Далее, а, секунду, еще он говорит, что на комиссию не хватает немножко, давайте введем вот так, 1.01. Solano. Да, я принимаю, конфердом, здесь тоже вводим тот же пароль и, в принципе, все, ждем. Пара минут, сейчас он начислится, сейчас у нас 21.35, посмотрим, сколько у нас минут уйдет. Сейчас он здесь быстренько спишется, а там не очень быстренько начислится, но пока что ожидаем. Так, видите, 21.39, и мне мои зачитала 1.01 Solano, 32 доллара. Все, то есть, у нас баланс пополнил, что мы делаем теперь? Для того, чтобы там торговать, вот, давайте представим, вам нужен Binance, чтобы торговать на фьючер. Мы для начала идем в Trade, выбираем здесь Solano, Solano USDT, будем за USDT что-то торговать, нажимаем продать, здесь выбираем Algae Творгетик, то есть тот же Binance, здесь выбираем полностью все, 100%, продать Solano, все отлично у нас как бы на счету, появились USDT, наши доллары, проверяем, да видите, они зачислились. Теперь мы берем наше USDT, трансфер и перекидываем на фьючерсы, USDT. Конечно, функции здесь покажут, чем в основном Binance меньше, но как бы основные, они в принципе есть, рабочие. То есть для фьючерсов, для торговли на споте, это в принципе абсолютно достаточно, поэтому можете пользоваться. Вот, USDT выбираем, Max, Confirm, все отлично, мы отправили его на счет для фьючерсов, даже можем посмотреть, сейчас оно здесь отобразится, да, и идем давайте тоже в фьючерсы, находим, давайте скажем, ну что мы хотим торговать, пусть будет тот же биток, то есть BTC, только USDT. Вот, то есть также плечо, возможно здесь 125 плечо, то есть на биток тоже все отлично. Вот, кросс маржа изолированная, давайте возьмем изолированную маржу, скажем, пусть будет 50 плечо. Так, соглашаюсь, давайте пусть будет VLONG. Выбираем, так здесь normal, давайте мы ничего не ставим, по market у нас как бы будет цена не по лимиту, и в USDT, пусть будет сумма в USDT, какая будет с плечом, здесь она вроде бы считается 500, нажимаем VLONG, проверяем, да, позиция создалась, да, 10 долларов считалась, 50 плечом это 50 баксов. Вот видите, позиция у меня как бы есть. Да, дизайн немножечко отличается от этого бинанса, давайте сейчас сравним, быстренько, фьючерсы. Да, немножечко, вот если вы можете сравнить, чуть-чуть все отличается, но в принципе это тот же бинанс. Все, давайте закроем нашу позицию, значит, минус идет 100%, закрываем, да, закрыть позицию. Все, наши средства вернулись. Вот здесь нажимаем на две стрелочки, так, выбираем только со фьючерсов на spot, выбираем USDT, нажимаем max, confirm, отправили. Теперь мы идем в наш assets, выбираем trade, давайте опять вернем в мою салану, скажем, пусть она у меня будет на счету лучше. Так, выбираю buy, то есть купить по маркету 100%, купили. Все, отлично, купили, идем в assets, проверяем, в салане лежит, ну там 0,98, потому что на комиссии все потратилось немножко, но это такое, опять же, излишки. Нажимаем вывести, выбираем салану, это наш адрес как бы нашего кошелька, только выберите сеть обязательно салана, если вы водили в салане. Confirm, меняем как бы наш адрес кошелька, если сверите, потом он на нее будет одинаковый, я этого делать не буду, потому что я как бы знаю, что это таки будет. Нажимаем все, next, confirm, снова наш пароль, подтверждаю, и все, как бы вывод мы отправили, они здесь тоже уходят за пару минут. Давайте уже доснимая видео, эти пару минут, пока мне наши деньги, ну мои деньги, придут на мой кошелек. Так, давайте проверим историю, проверяем, оно здесь еще показано, что оно идет, но в самом кошельке оно уже отобразилось, видите, пришла саланка, нажимаем, проверяем, что вот только что, буквально, практически минуту назад, пришли наши 0,98 и одна салана. Все, то есть, в принципе, все работает. Теперь, если мы вдруг с этого кошелька хотим там вывезти на другую биржу, либо на Metamask, ну на другой кошелек, неважно, нажимаем send, точно так же выбираем как бы адрес, выбираем количество, next, отправляем. Все, то есть, кошелек работает, все отлично работает. Да, я понимаю, что в Binance я там нету полностью всех функций, он как бы немножко отличается, но это тот же Binance, то есть, как вы можете пользоваться. Конечно, я не рекомендую использовать здесь какие-то большие прямо суммы, то есть, там, 10 тысяч, в общем, большие суммы для вас, потому что, конечно же, это неофициальный Binance, ну, что-то я так думаю. То есть, они прям официального анонса вроде бы не делали, я могу ошибаться, я этого не нашел, поэтому лучше как бы проверить эту информацию, но, то есть, это не скам, он все отлично работает, как видите, я только что это как бы сам проверял, и перед этим я этим тоже пользовался. Кому это нужно, ну, если честно, опять же, не знаю, то есть, если другие биржи без фарификации, но если вдруг вам понравился Binance, то есть, там, только для фьючерсов, можете, в принципе, использовать. Почему я не рекомендую использовать большие суммы, потому что я, когда кидал BNB с кошелька на биржу и потом с биржи назад, они куда-то пропали, и вывод не отображался. То есть, да, это меня немножко смутило, потому что, как так, я написал, про то, что я уже говорил, написал в Telegram Admin, но он мне сразу ответил, сказал, что так-то, так-то, да, есть такая проблема, мы ее фиксим, вот, и там, буквально на следующий день, и мне деньги уже вернули, и выкатили обновление, теперь уже такой проблемы нету. То есть, да, они с этим работают, комьюнити, они помогают, это, конечно, радует. Все, опять же, это не реклама, это такая фишка, если вдруг кто-то не знал, кто-то хочет пользоваться Binance, опять же, можно только для фьючерсов, то есть, там, закинул 50 баксов, торгуешь, торгуешь, потом, сколько тебе там вышло, там, 200 долларов, перешиваешь, выводишь. То есть, с этим это приложение будет отлично, как бы, себя чувствовать, отлично работать. Поэтому, как бы, вот, ребята, как я обещал, так и показываю, как пользоваться Binance без верификации и без скус. Все, всем удачи, всем профита, и всем пока, ребята.